Мы на месте. Мы приветствуем Аллу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам в своей биополе на период сеанса. Да, доверит. Визуально ничего не мешает? У нее на голове куб какой-то. Скэнер снимет этот куб, выведя его вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. И как выходит, отправляя его в клетку-тюрьму. Есть. Чуть громче говори. Даю команду. Значит, три скэнера сканирует состранства над головой Аллы, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Аллы, находит все. От куба выстраивается канал к ответственным, притягивая ответственных в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Здесь джин, дальше инсектоид. Инсект. Хамелеон. Гуманоид. Вот так вот. Откуда гуманоид? Сириус. Как долго находишься в этом биополе? Восемь месяцев. Цель подключки? Программирование. Какое программирование? Мне что, себя под словом вытаскивать? Программирование на дальнейшие действия. На какие дальнейшие действия? Пока не знаю. Пока программирование мозга на внезапные дальнейшие действия, когда можно сделать команду, и человек среагирует нервным выплеском в общественном месте. Это то, что сейчас в мире происходит, когда за ножи хватается? Настолько. Давай не будем это принижать, потому что ваше воздействие здесь, безусловно, ощущается с тем, что происходит на Земле. Я знаю отлично гуманоид, что-то мне не силы. Я говорю про эту конкретную особь. Хорошо. Итак, восемь месяцев. Хамелеон, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Три года. Три года. Инсектоид, сколько ты присуствуешь? Восемь лет. Восемь лет. Сколько у тебя инкубаторов стоит? Два. Два инкубатора. Соответственно, ты являешься, вернее, инкубатор является причиной того, что человек просто начинает полнеть. Не так ли? Тебе место нужно? Мне место нужно расширять. Вот последние восемь лет ты и расширял Аллу. Идем дальше. Джин. Какой у нас Джин, Вера? 34-22. Вот это интересно. Синий Джин у нас. Сколько ты присуствуешь в этом биополе, Джин? Год присутствую. Ну ты за этот год человека хорошо погонял на работу, да? Погонял, погонял. Рутина она такая. За все надо браться, за все. Ну я понимаю, это ты ей эти идеи, эти мысли кидаешь, чтобы человек по 16 часов мог, вернее, работал 16 часов в сутки. Это она очень много энергии тебе подарила своей, которую ты в золотые монеты трансфорировал. Денежки зарабатывать надо, денежки копить. Но контракта у тебя нет с ней, да? Нет. Хорошо. Начинаем работать. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Аллы с проецирования стоп. Чей это куб? Это гуманоиды куб? Да, это его программирование. Его программирование. Хорошо. Даю команду тонкой копии Аллы с проецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаборационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Выстраивается также канал к этому кубу. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкоаборационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Алле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Алла? Мы ее сегодня чистим. Джин. Джин. Гуманоида есть, платы. Платы, гуманоида. Если кто не присутствует, хамелеон тоже. Хорошо. Сканер дай мне полноты души Аллы на настоящий момент. Сто. Сто процентов. Хорошо. Что идет, Вера? Ну, вот эта Куба, возвращается мысль ее. У нее были мысли, на которых она зацикливалась очень долго. Зацикливалась и потом как уходила в себя, и потом очнулась от чего-то. А что это за мысли такие интересные? Любая мысль цеплялась за нее и начинала ее обдумывать. И обдумывала, то есть она терялась во времени, когда ее обдумала. Это могла быть любая незначительная какая-то мысль. Это есть программирование, то есть он готовит ее к какой-то определенной программе, чтобы она могла циклиться на этом. Готовил. Да, это все сейчас уходит. А контектоиду как жидкость какая-то уходит. Для двух инкубаторов наверняка что-то она собиралась. Это его среда, в которой она живет. А реверс закончился. Для нее это яд, для ее организма. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Алла забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно прошла энергия, божественные, чистые. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, возвращает Алла себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. Посмотрите, что от кого идет. От Джина. Моя энергия возвращается в нижних чакр. И здесь идет информация, у нее ноги, они как тряслись от него, уставали очень от беготни. Как не тряслись, а как загудели. Гудели, да. Она наверняка знает это состояние. Теперь она знает, кто ответственен за него. Дальше идет на руки, это отражалось и нос. То есть химия идет слово. Не аллергия, а на химию. Человек работает с химией и, соответственно, не защищает дыхательные органы. Возможно, это имеется в виду. Ждем окончания. Готово. Хорошо, начинаем бы так сказать то, что осталось. С Джина начинаем. Джин, втягивай вся всю свою пыль. Ничего не забывай. Подключки, браслеты. Здесь то же самое. Нос, руки и ноги. Пыль уходит. Пыль, да. Его пыль была именно в этих местах. Хорошо. Штука, безусловно, усугублялась здоровье. Готово. Инсектоид, выходи. Вытаскивай свои инкубаторы, крепления, жидкость. Ничего не забывай. Отключайся, возвращайся назад. Приступай. Есть. Хамелеон, где ты сидел? Сидел в сердечной чакре. Здесь тревога. Тревога шла от него, да? Тревожность у нее была. Хорошо. Выходи, вытаскивай свое гнездо. Отключайся. Энергии забирай. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Какие цвета ты у нее забирал? Он давал ей страх, тревожность. И серость. А забирал все краски жизни, да? Хамелеон. Он менял их. Тревожность. На свои. Это называется менял. Я говорю, это воровал. Забрал. Снял. Идем дальше сканер. Просканируй сейчас Аллу на частоте гуманоида этого куба, который у нас в клетке находится. Не осталось ли что-то незамеченным, что мы еще не вытащили? У меня в спине что-то есть еще. Выводи это сканер. Как выйдет, отправляй в клетку тюрьму. Штырь. Это больше такая зигзагообразная какая-то длинная штука. Ключик. Отправляй в клетку. Мы стараем прямой канал от Аллы к этому зигзагу и к этому штырю. И реверсом отдаем все негативные патогены, что она получила от него. Он пытался подключиться к спинному мозгу. К спинному мозгу? Да. Поясница там. У нее слабое место. Серьезное воздействие. Готов. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал. И в порядке реверса Алла забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что на ее чистоте находится мощным потоком, пошло назад. Здесь возвращаются энергии, они как баланс дают позвоночнику, который все-таки остов и несет на себе весь остальной материал, кости и тяжесть. И вот эта энергия, они как в спирали сейчас проходят в слабые места. Как сказать, утяжеляю, укрепляю его энергетически. Есть? Переходим к рассинхронизации. Следую команду на рассинхронизацию Аллы с этим кубом, гуманоида, с гуманоидом, хамелеоном, инсектоидом и джином. Пошла рассинхронизация до 100% и заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белосвет Алле. Этим светом она выдалит из себя все негативная патогенная, низкая, абрационная, чужеродная, остаточная энергия на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Да, есть шарик. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Она чистая, но у нее в области носа есть какие-то энергии. Чужеродные? Они больше какие-то как больные. Хорошо, эти больные энергии сейчас подсвечиваются красным цветом. Это пазухи. Пазухи носом. Здесь распухание идет. Хорошо. Слизистая распухает. Скэнер, ты можешь это сделать, убрать эту причину, которая у нее сейчас находится в тонких телах. Я не знаю даже, как правильно сказать это, но я вижу, как будто что-то опухло и не проходит. Здесь повреждение. Это идет повреждение слизистой. Очень давно и накоплено. Накопления вот эти он может убрать. Уберите накопление, а человеку по-любому придется уйти от этого медикамента, который она использует для носа, потому что это наркомания. И вы знаете об этом, и я знаю об этом, и все об этом знают. Идет информация, что энергиями заполнять нужно. Ее нужно все время... Энергиями очень легко это все восстанавливается. Сейчас вывел скэнер. Скэнер вывел это все, открывая воронку в галактическое ядро. И все, что он вывел, уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, мы здесь сделали все, что мы могли сделать. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Есть. И еще раз скэнер делает контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Итак, хамелеон. Ты больше никогда не войдешь в это биополе. И это даст тебе шанс остаться живым. Тебе это понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на части хамелеона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. То же самое касается инсектоида. Инсектоиды больше никогда в это биополе не придешь. Ты это понял? Инсектоид понял, да. У него стоят два инкубатора. И он хочет сохранить. Вот именно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Он забирает свой инкубатор и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Джин. Как ты понял, в твоих услугах здесь больше никто не нуждается. Я тебя освобождаю от этой должности. Ты можешь идти и искать себе кого-то другого. Но в это биополе больше не приходи. Он в квартире. Хорошо. Я тебя сейчас отправлю в квартиру. Ты соберешь всю свою пыль. Я проверю и отпущу тебя на твою чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру, где живет Алла. И Джин идет в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствую. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста. У меня здесь гуманоид Сириус. Восемь месяцев сидел. Находится куб у нас в комнате, вернее, в клетке-тюрьме. Он пытался перепрограммировать ее на какие-то действия. На любые ненормальные какие-то действия, как я понял. Сделать ее управляемой. Куб мы заберем вместе с гуманоидом. Благодарю тебя. Там его платы остались. Мы их заберем. Мы их снимем. Готово. Идем дальше. Переходим к закачке энергии подъема вибраций. Посмотри, сколько энергии нужно Али. Какая частота вибраций? 385 и 24. На счет 3 макушку головы Аллы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков. По 385% каждый. 1, 2, 3. Ботоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Почему она так долго заправляется? Да. Для нее это новое. И она хочет чувствовать все вибрации и энергии. Она подняла руки вверх и принимает эти энергии. Хорошо. Готово? Синхронизируется энергия и вибрации. Гармонизируется. Распределяется. Усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Алла. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Очень приятно это состояние. Привыкаю к новым ярким энергиям. Отлично. Сейчас мы будем поднимать в комнату диагностики вашу дочь. И после этого мы почистим вашу квартиру. Продолжение следует... Продолжение следует...